всем привет с вами татьяна на канале секреты жизни на даче сегодня будем готовить с вами грядку для посадки чеснока все должны знать что чеснок мы не сажаем после лука после чеснока поэтому мы сажаем чеснок на грядках после кабачков тыквы и огурцов перца и томатов у меня на этой грядке росли перцы поэтому я буду сажать чеснок на этой грядке на освобожденной и будем ее готовить если же все-таки у вас нет другого места то вы после того как убрали основную основной урожай то есть даже пусть лук ну лук чеснок вообще не не желательно если морковка свекла то вы на этой грядке можете посеять сидораты потом скосить и заделать их в почву после сидоратов они обновят землю убьют микробов выгонят там ненужные личинки и тогда можно будет смело сажать на этих же грядках то есть производится севооборот и на этих же грядках можно уже снова сажать чеснок вот сейчас уже сентябрь месяц уже 3 декада сентября началась поэтому сидораты сажать уже поздно поэтому сейчас мы выбираем грядку с культурами которые нам не навредят нашему чесноку может конечно он и вырастет хороший но не будет храниться то есть рисковать как бы не надо чеснок у нас средней полосе мы сажаем до 14 октября до покрова поэтому грядку надо подготовить заранее чтобы земля осела пропиталась влагой если дожди если нет дождей надо ее хорошо пролить водой заправить удобрениями и ждать когда уже можно будет сажать когда температура будет там ночная 5-6 градусов не больше чтобы все-таки наш чеснок хорошо укоренился но не пророс то есть это в средней полосе в южных регионах у них там свои сроки я говорю для московской области я живу в московской области поэтому мы здесь сажаем до 14 октября так как мы готовим грядку свежий навоз мы в грядку под чеснок не кладем органику перегной можно класть ведро на квадратный метр перегной или значит торф песок из также золу рассыпаем золу и также кладем минеральные удобрения из минеральных удобрений у нас супер фосфат идет под чеснок можно двойной можно обычный супер фосфат под зиму даже все любые не обязательно чеснок любые грядки мы рассыпаем заправляем потому что супер фосфат долгого такого долго растворяется и длительного действия поэтому его конечно лучше под зиму чтобы весной грядки уже были готовы потом можно вот такое есть удобрение нитромофоска азофоска минеральное удобрение 16 16 16 очень хорошее удобрение написано что его значит нужно вносить под зиму это очень хорошо легко доступная формула эти растения хорошо впитывает его и так рекомендуется использовать в качестве основного удобрения под перекопку почвы значит это и доломитовую муку вот доломитовую муку тоже вносит с осени эти удобрения можно еще и весной но так как у нас чеснок уже будет расти то есть весной нам а доломитовую муку обязательно калий кальций магний содержится значит доломитовую обязательно мы вносим с осени так что у нас тут удобрение смесивая минеральная мука известковой доломитовая с комплексом микроэлементов это очень хорошо раскисляет почву убивает всех вредителей которые живут в кислых почвах также эти сорные травы не хотят не любят расти на таких нейтральных почвах или чесноку такая земля очень нравится он будет хорошо расти и потом в дальнейшем будет хорошо храниться после того как мы внесли удобрения мы гряб грядку перекапываем наш тык лопаты и хорошо разравниваем граблями у меня грядка под чеснок уже готова и я посеяла сидораты вот они уже взошли их можно оставить видите они еще маленькие можно сажать чеснок сидораты не перекапывая не убирая вот у меня есть такая палочка я где-то приблизительно на 10 сантиметров делаю дырочки вот так и прям в них сажаю чеснок потом когда будет мороз получается эти сидораты немножечко еще подрастут и прикроют наши грядки с чесноком и все чеснок будет у нас под укрытием а так вообще я сажаю чеснок и укрывая его лапником это я когда буду сажать вам тогда все покажу так что подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем пока